Привычный базар, торговый центр или недвижимость? Что может появиться на месте китайского базара, который вновь выставлен на продажу? В Барнауле приступили к установке основания под опору путепровода на новом рынке. Какие сроки ставят для этих работ? Спортсмены против журналистов. Баскетбольный клуб «Барнаул» впервые провел товарищескую игру с представителями СМИ. Была ли удача на стороне новичков? 200 тысяч тонн угля уже заготовили в Алтайском крае в преддверии отопительного сезона. Он будет предназначен для нужд социальной сферы. И это в полтора раза выше нормативного запаса. При этом, по оценке регионального Минстроя, жители края для личного использования купили почти 500 тысяч тонн угля. То есть примерно половину от средней годовой потребности в твердом топливе. В этом году угля, который Алтайский край приобрел на совместных торгах, вдвое больше – 269 тысяч тонн. Всего же провели семь таких мероприятий. В них участвовали 400 заказчиков. А это значит, что посовщики крупные и способны поставить топливо и государственным, и муниципальным покупателям. Кроме того, власти напоминают жителям про возможность получения выплат в связи с приобретением твердого топлива. За 8 месяцев компенсации за уголь получили 48 тысяч жителей-люготников. Кроме того, 18 тысяч семей с невысокими доходами получили субсидии. Общая сумма выплат жителям края составила около 200 миллионов рублей. Китайский рынок на космонавтов выставили на продажу. Власти региона планируют продать площадку за 380 миллионов рублей. Торги собираются провести 17 октября. На аукцион попадет стопроцентный пакет акций. Являются ли площади рынка лакомым кусочком для покупателей? Кому и зачем они могут понадобиться? И что в перспективе может появиться на некогда безумно популярном у горожан месте, узнавали мои коллеги. Китайский рынок сегодня это почти 3000 квадратных метров площадей, как закрытых, так и на открытом воздухе. В будний день людей здесь по-прежнему достаточно. Правда, покупателей бы им почти не увидели, а продавцов и товара много. Ну, слухи идут какие-то, что выставили куда-то на продажу. Были такие слухи? Давно? Да. Ну, точнее, недавно. Я не знаю, я говорю, я не вникаю в этой ситуации, я продавец. Очень часто он выставляется торгить. Сумки постоянно, почему-то, не делится. К слову, впервые власти края заговорили о продаже в 2018 году. В прогнозный план приватизации объект внесли в 2021. Эксперты говорят, что в нынешних политических и экономических условиях площадку рынка вряд ли можно назвать лакомым кусочком, несмотря на то, что цена с прошлого года немного упала. Если память не изменяет, чуть больше 400 миллионов была стоимость прошлого года, и на эти торги никто не заявился. Изменения в цене в 5% с учетом сегодняшней конъюнктуры на рынке, на мой взгляд, может повториться история, что интереса к этому объекту не будет. Ну его окупаемость 20 лет будет, вот при такой цене. Вы сами представляете, будет это вкладываться сейчас. Если, может быть, при другой ситуации, там лет 10 назад, да, там, она была бы хорошая. Сейчас сильный схват идет в основном сфере. Казалось бы, из-за нехватки земли под строительство жилья в краевой столице застройщики должны едва ли не драться за этот приличный по площади кусок земли. Но проблема в том, что по существующим документам здесь можно возводить лишь объекты общественно-делового значения, к тому же площадка находится в санитарной зоне завода АТИ. Так что, скорее всего, новый объект, если он и появится на месте нынешнего китайского рынка, будет из разряда торговых центров. Возможно, вот так, если представить, может быть, Икея, какой-то мега-центр. Но Икея у нас сегодня не присутствует на нашем рынке. Ашан, продуктовый ритейл, у нас нету такого крупника, наверное, не осталось, который бы такую большую территорию, а там 15 гектаров, мог бы наполнить торговлей. Давайте тоже скажем, что активная жизнь городская, она у нас постепенно смещается в сторону аэропорта. То есть места массовой застройки, они, как правило, находятся там. Бизнесмену вторят и архитекторы. Место китайского рынка вряд ли можно назвать удобным даже под строительство торгового центра. Расположение участка, такое слегка отдаленное от центра, от нашего исторического, ну, наиболее плотного и популярного, вот, оно, конечно, сказывается. Жилье, либо торговля, либо что бы там ни было, да, оно будет специфической посещаемостью. То есть люди либо транзитом поедут мимо и как-то будут пользоваться, либо целенаправленно, но в узкоспециализированные заведения. Андрей Атаджанов, ярый сторонник зеленого каркаса города, не против, если бы на месте рынка появилась, к примеру, парковая зона. Но боится, что из-за места расположения она будет в большей степени пустовать. Как вариант, он видит здесь культурно-досуговый центр или торговый. Но точно не рынок в привычном его понимании. Собственно, и нынешние продавцы уверены, пора вносить изменения. Лучше было бы здесь закрытый рынок, закрытый, например, делали какие-то запрещенные. Ну тут же есть закрытый? Закрытый есть, да. Ну, там, здесь вот что-нибудь, что нужно сделать. А как думаете, что здесь вот на этом месте вообще, в принципе, если рынок брать? Слухи я не распространяю, дома свои никому не рассказываю. Ну, то есть даже представить не можете, что здесь могут поставить. Ну, поделитесь. Ну, а потом, значит, говорят, о, а ты балабол, ты что наговорил. Добавим, что эксперты все же не исключают появление на месте рынка жилой застройки. Ведь примеры в городе есть. Но чтобы землю перевести под другое назначение, необходимо вносить изменения во многие градостроительные документы. А это слишком проблематичная история. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле рабочие приступили к установке основания под опоры трехпролетного путепровода на новом рынке. Поясним, мост состоял из двух частей – трехпролетной и восьмипролетной. Сейчас на месте ведутся земляные работы, точнее, устройства котлована. А в ближайшее время здесь делают шпунтовое ограждение котлована. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост». Сразу после поставки металлоконструкции начнется сборка нового моста. В планах до зимы выполнить большую часть работ, связанную с опорными частями. Между тем, на трехпролетном путепроводе недавно завершили работы по стыковке труб тепловой сети основных магистралей. На этой неделе произойдет их плановый запуск. До конца сентября рабочие демонтируют восьмипролетный путепровод. Напомним, старый путепровод прослужил порядка 60 лет и давно пришел в аварийное состояние. Мост закрыли для движения транспорта в мае этого года, а после демонтировали. Завершится строительство нового путепровода в конце ноября следующего года. Мост станет значительно шире. Появятся по три полосы движения транспорта в обе стороны, две трамвайные линии и широкие тротуары. Дорожные работы в рамках национального проекта в Барнауле подходят к завершающей стадии. Как сообщает официальный сайт города, общий объем выполненных работ составил 76%. На данный момент полностью завершенными считаются 9 объектов. В том числе по улицам Западной 11, 12, 13, Зминогорскому тракту, улице Германа Титова и других. Весь список на ваших экранах. Подрядчики еще не доделали 10 объектов, среди которых Солнечная поляна, улица Никитина, Власихинская, Кавалерийская и другие. К примеру, на Северо-Западной 2-й накануне приступили к установке бордюрного камня. К слову, в этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице планируется потратить 918 миллионов рублей, из которых 698 средства краевого бюджета, почти 220 – городского. В железнодорожном районе Барнаула почти ликвидировали свалку, на которую люди жаловались почти три года. Наша съемочная группа рассказывала об этой истории. Мы неоднократно выезжали на место, параллельно люди писали чиновникам. И вот совместными усилиями мусор удалось побороть. Тему продолжит Ирина Корчагина. Вот здесь, где стоим, кучи были. И там были здоровые кучи. Кучи здоровые, а ситуация нет. Почти три года эта техника ехала на пересечении улиц Витебская и Минская. Старая техника, мебель и строительный мусор здесь уже выросли до высоты второго этажа. Сейчас свалку почти ликвидировали. А началось все с того, что рядом начали менять трубы и свозить сюда землю. За собой работнички так и не убрали. Дурной пример оказался заразителен, поэтому люди сами начали привозить сюда свой мусор. В итоге свалка настолько размножилась, что уже стало похоже на маленькое футбольное поле. И так продолжалось почти три года. И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили, прорвало трубу, и как откопали, сделали. Здравствуйте, а вы на каком основании сюда возите землю? А кто вам сказал? Начальник? Так люди и жили. Пытались ловить тех, кто складирует мусор и писали чиновникам. В сентябре прошлого года наша съемочная группа уже приезжала сюда. Тогда нам удалось выяснить, что в администрации железнодорожного района знают о свалке. И даже взяли ситуацию на контроль. Но почему-то понадобился еще один год, прежде чем за свалку реально взялись. Если честно, мне кажется, ну, мое личное мнение, что это дело было перед выборами, что засуетились и начали убирать. Ну, как говорят, что не перед выборами, что оно и было в планах это убрать. Ну, что с трудом верится, как всегда. Ножи шевелятся только перед выборами. Теперь у местных жителей появилась мечта. Мы как бы вообще хотим, чтобы нам здесь сделали детскую площадку. Потому что столько частных домов, а у нас тут в округе ничего нет. Но это уже совсем другая история. Ведь с таким уровнем реагирования властей детскую площадку здесь будут ждать долго. А может, стоит дождаться следующих выборов. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. Он тушит пожары 26 лет и ни разу не подпалил спецодежду. Везение, скажете вы. Профессионализм, скажет Виктор Койнов, водитель пожарной машины. Герои нашего следующего сюжета впервые наградили краевой медалью за честь имущества. Чтобы хотя бы на несколько часов узнать о его буднях, мы отправились в Завьяловский район. Там он и рассказал, страшно ли было спасать Угловский район от огня этим летом. Отучился на тракториста-машиниста, но вместо этой техники выбрал пожарную. В 1994 году Виктор Койнов переехал из Барнаула в Завьяловский район и устроился в Каменский лесоперерабатывающий комбинат, что входит в холдинг «Алтай леса». И там нашел для себя новый жизненный путь. Сюда, когда перебрались, я сразу пошел в лесхоз. Ну и старики посоветовали, а что, иди в лесхоз, все-таки и сено, и дрова как-то это. О колхозе даже не думал. Ну, пришел, сначала заготовка сена была, лето отработал, ну а потом официально устроили. И зимой топором сучки рубали, захватил это дело. Вот зиму отработал, а в 1996 уже предложили на пожарку сесть. Вон там, вон, 157-й стоит. Ваше, да? Да, я с него и начинал. 26 лет Виктор охраняет от возгораний местный лес Завьяловского района. О своей работе на грани жизни и смерти мужчина говорит спокойно. Уверен, главное сделать ее хорошо и спасти людей или их имущество. Ну, бывает тяжело, конечно, что вот эти, как крупные пожары-то, конечно, приходится попотеть и покрутиться. Попотеть уж точно пришлось этим летом. Жарким оно выдалось во всех смыслах. В июне случился сильнейший пожар в Угловском и соседнем Локтевском районе, зацепив еще и Михайловский. Общая площадь возгорания больше 6 тысяч гектаров. Тушить помогали со всей округи. Вызвали и бригаду Виктора Койнова. Вспоминает, в один момент он с командой попал под верховой пожар. Это когда горят кроны, листья и ветви. Распространяться такой огонь может со скоростью до 70 километров в час. Нормально вышли. Ну, что ощущали, когда были под верховой? Ну, как? Надо же выезжать и технику спасать. Да и, как говорится, домой же надо вернуться. Железному спокойствию пожарного просто поражаешься. Вот и там мне 4 дня пришлось воевать. Еще и Михайловку захватить. Ну, ничего. Деревню отстояли. Поведа была за вами, да? Да. Село отстояли. Не дали этому. Как говорится, к кладбищу зайти тоже. Там буквально кладбище в 100 метрах от лесного массива. Вот до градки зашло там немного. Ну, ребята отбили. При всей жестокости работы Виктор сохраняет самые теплые чувства по отношению к коллегам и к машине. Своё пожарное авто он ласково, по-свойски называет зелок. Кормилица. Так что, куда и без нее. Вот когда вылезешь с сложного участка, как говорится, вот молодец зелок вывез, что давай вывози. Надо, надо. Да, бывало-то всякое. И трубка бывала, и топливная лопалась. Оттушили, протушили, на закачку встали. Когда, да что ты, бензином пахнет, капот открыл, а там всё-всё подкапотное пространство в бензине. Е-мое, ну а что делать, изолентой подмотнулся и домой. Машина будто понимает и не подводит. А после Виктор заботливо её чинит и выезжает на новое задание. За свой 26-летний стаж Виктор помог потушить тысячи пожаров. Признаётся, за всё это время привык, что работа вызывает разные эмоции. Пожара нет? Хорошо. А если приходится тушить, питает адреналин. Можете сказать, что с 96-го года и по сегодняшний день вы довольны тем, что вы делаете? Вы гордитесь этим? Да. Честно сказать, да. Если пожара нету, так дыму не хватает, как будто вроде кислорода. За все свои подвиги и каждодневный труд по сохранению лесов в этом году пожарного наградили краевой медалью за честь и мужество. К такому вниманию наш герой не привык. Ну, это, конечно, необычно. Спасибо, конечно. Сейчас Виктору 50 лет и покидать лес он не собирается. Каждый день скромный пожарный объезжает гектары лесных угодий, замечает изменения и предотвращает возгорание. Он считает свою работу обычной, а люди, которых он спас, искренне восхищается смелым и скромным пожарным. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Омолодить команду и объединить ее с опытными игроками – такая задача у руководства баскетбольного клуба «Барнаул» была после прошлого сезона, и клуб ее выполнил. Сейчас состав обновился на 90%. Возраст большинства – меньше 25 лет. И одна из главных целей на сезон – профессиональное развитие команды. Команда молодая, и это позволяет наладить очень хорошую химию команды. Взаимодействие из-за этого происходит более легко. И вообще молодым игрокам легче развиваться из-за этого. На пресс-конференции, открывающей очередной спортивный сезон, опытные игроки признались, что понимают – от их помощи молодежи зависит многое. Каждый новичок чувствует себя комфортно, поделились представители команды во время встречи. Еще больше уверенности придает всем новый главный тренер команды Олег Тен. По его словам, каждый спортсмен проходил и будет проходить командную школу баскетбола. Должны простые вещи понимать, что мячи, например, после тренировки, понятно, должен собрать молодой. Бутылки с водой помочь поднести доктору – конечно, молодой. И все через это происходили. И Женя когда-то был молодой, и таскал мячи, и я был молодой, и Виталий Ильич был молодой. То есть всем этим. Это нормально, это жизнь. Первая игра сезона у баскетболистов пройдет на выезде 7 октября в Химках. А вот домашний матч состоится 19 числа против команды «Локомотив Кубань» из Краснодарского края. А к подготовке баскетболистов к новому сезону приложил руки и ноги мой коллега Дмитрий Дроздов, как, впрочем, и другие журналисты края. Впервые баскетбольный клуб «Барнаул» провел товарищескую встречу с представителями СМИ. Игра была увлекательной и неожиданной. Передаю слово ее участникам. Ну что, сборная журналистов по баскетболу сегодня проведет свой товарищеский матч против баскетбольного клуба «Барнаул». И за пару минут до игры мы решили проверить, умели ли мы вообще играть в баскетбол и проверим свою точность. Да, может с точностью у нас и проблемы, но это тот самый случай, когда баскетбол не на первом месте. Это дружеский поединок с журналистами, первый в серии товарищеских игр, которые идут перед официальными встречами. Кстати, сопротивление профессиональных баскетболистов и журналистов-любителей игры с мячом проводят впервые. Это общение. Важно, чтобы ваш цех с нашим цехом пообщались непосредственно на площадке, поговорили, почувствовали друг друга, задали те вопросы, которые, может быть, вас глубже интересуют, даже о которых вы не сможете писать, но будете понимать смысл того, что творится в головах у этих ребят. А вот что творилось у нас в голове перед игрой, сказать сложно. Однако, тактика у нас была, и мы ее придерживались. За счет этого искренне верили, что мы можем выиграть. Сегодня мы победим точно не за счет техники, не за счет роста, не за счет наших умений и точности, но за счет смекалки и сноровки. Пусть и нам обещали главного тренера БК Барну, что он нам даст тактику, но он сейчас на их стороне остался все равно. Мы все равно что-нибудь придумаем. Я думаю, мы можем только проиграть. Классно, что мы играем, классно, что, может быть, чему-то мы научимся у игроков. И, надеюсь, чему-то научатся они, потому что они посмотрят, скажут, блин, как классно журналисты играют в баскетбол в Барнауле, значит, наверное, будем и мы стараться играть еще лучше. Сама ирония. То, на чем держалась эта игра. Ну, кроме спортивного азарта, пободаться с профессиональными игроками. То, что нас обойдут специальными маневрами и выработанными привычками, мы рассчитывали. Обиднее было, знаете, когда мяч отбирали, не прикладывая усилий. Начало встречи осталось за более сыгранными и мастеровитыми хозяевами БК Барнаул. Однако команда СМИ смогла не отпустить соперников далеко вперед. Не будем утверждать, что соперники поддавались, но первая половина прошла в равной борьбе с красивыми атаками у одних и не всегда успешными подходами к кольцу у других. Нашей команде не хватает бюджета просто. Ну, сравните нас и их. Ход матча напоминал качели, но сама игра была увлекательной. Директор клуба и статуса игрока перешел на роль судьи. Юный болельщик помогал команде мастеров забить гол. В общем, все то, что вы не увидите на профессиональных играх. Приходите посмотреть к нам. Есть тактика, и мы ее придерживаемся. Кидаем, а там как пойдет. В конце встречи сборная журналистов, приложив усилия и желание при участии своих людей со свистком и проверенной тактики «Бей вперед, игра придет» на последних минутах вырвалась вперед, а затем вышла оборонять лидерство всем составом. Но не вышло. Итог – красивая ничья 77-77. Каждый, кто был на паркете, надеется, что эти сражения станут традиционными. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok